Девушки отдыхают Утром я просыпалась рано Я вдруг услышала быстрые шаги Кто-то поднимался с первого этажа на второй этаж Я посмотрела на время, где-то было полседьмого утра Меня это удивило Я быстро оделась, пошла наверх Зашла туда к папе В комнате уже сидел врач А рядом на кровати лежал человек Которого многие считали одним из самых известных политиков мира Устав ООН Многочисленные договоры о нераспространении ядерного оружия Бессменное руководство всей внешней политикой СССР на протяжении 28 лет Если собрать документы переговорного характера Под которыми стояла подпись Андрея Громыка Набралась бы гора высотой с Монблан Но в этот хмурый летний день Все это было не так уж важно Андрею Громыка оставалось жить чуть больше недели Борьба за разоружение Широкое взаимовыгодное сотрудничество государств На базе принципов мирного сосуществования Такова линия Советского Союза международных дел Первый раз приход смерти Громыка почувствовал в Америке Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН Он вдруг понял, что говорить больше не может Перед глазами все поплыло Он уже начал падать, но его успел подхватить один из сотрудников ООН Потом подоспела охрана министра и его личный врач Которые и увели Громыка за кулисы Но через 40 минут Громыка уже стоял на трибуне И продолжал выступление с того самого места, на котором прервался Его встретили аплодисментами Гигантские такие, знаете Вот на самом деле То, о чем мы с вами раньше говорили Долго не смолкающие аплодисменты Зал буквально Многие даже встали Его приветствия Врачи потом скажут, что причиной обморока Был, скорее всего, перегрев организма В тот день он был слишком тепло одет Так он одевался всегда Будучи белорусом Из краев прохладных Он, видимо, в детстве сильно намерзся Вот И он всегда одевался тепло Это нас просто Иногда даже Удивлял Он одевал даже Ну, да, теплые осенние дни Он надевал шерстяные кофты Значит, там Шерстяные всякие поддевки 5 марта 1985 года не стало исключением Надев шерстяной костюм и пальто Громыко отправился на прогулку Вместе со своим сыном Анатолием Никто тогда не знал о том Что эта прогулка вскоре радикально изменит судьбу Не только всей страны Но и всего мира Анатолий рассказал отцу Что в академических кругах Сам он был член-кором Академии наук Хорошо понимают Что генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Черненко тяжело болен И что в ближайшем будущем Станет вопрос о новом лидере страны Хорошо бы таким лидером стал Молодой и энергичный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев Более того, добавил Анатолий Громыко Он уже встречался по этому поводу С одним из близких к Горбачеву людей Академиком Александром Яковлевым Мы и решили Сделать все, чтобы он пришел на пост генсека Ну вот и Яковлев мне сказал Переговори с отцом Потому что от его Позиции многое зависит Кого Он мне так даже сказал Кого Андрея Андреевича предложит Тот и будет избран Генсек Ну будем думать Сказал как-то неопределенный отец Поддержка такого человека Как Громыко Могла действительно стать Решающим фактором К тому времени он был Один из самых влиятельных людей В советском руководстве Которого знали и уважали Во всем мире И друзья И враги Громыко возглавлял советский МИД Уже 28 лет И этот рекорд До сих пор не побит еще никем Время от конца 50-х до середины 80-х годов Прошлого века В России не зря называли Эпохой Громыко в дипломатии Его подписи стояли Практически под всеми документами О послевоенном устройстве мира То что принято называть Советской школой дипломатии Конечно же носит на себе Носило на себе Существенный отпечаток Личности Громыко И он взял все лучшее Что было в дореволюционное время И существенно укрепил Те тенденции Которые были особенно необходимы Советскому Союзу На внешнеполитическом фронте Своё удивительное политическое долголетие Сам Громыко объяснял просто Он всегда держался в стороне От различных политических интриг Но в марте 85-го года Он неожиданно изменит своему принципу Знал ли патриарх международной политики Что такое решение Отразится и на его карьере Андрей Громыко родился в 1909 году В деревне Старые Громыки Оттуда и пошла его фамилия Затем были школа Техникум в Гомеле Сельскохозяйственный институт в Минске Способного молодого экономиста Потом направили учиться в Москву В аспирантуру А вскоре произошло событие Которое круто изменило Всю его дальнейшую жизнь Его взяли на работу В наркомат иностранных дел МИД просто был В катастрофическом положении И поэтому набирали Новые кадры Новые кадры в значительной степени Были очень удачными В репрессиях 30-х годов Бесследно исчезли 35% его сотрудников Весной 1939-го Главой наркомата стал Вячеслав Молотов Который начал набирать новых Молодых дипломатов Громыко нашли в институте экономики Академии наук А вскоре назначили заведующим Американским отделом Всего в 30 лет И без всякого дипломатического опыта Позже Молотов объяснит это так Громыко очень молодой И неопытный дипломат Но честный Мы знали, что этот не подведет И Громыко не подвел Умение избегать любых интриг И держать рот на замке Позволили ему сделать карьеру С головокружительной быстротой В 1939 году молодого дипломата Направляют советникам посольства В Вашингтоне А потом назначают послом СССР в США Громыко участвует во всех переговорах Определяющих послевоенное устройство мира В том числе в работе Ялтинской и Потсдамской конференции Возглавляет работу по выработке устава ООН И подписывает его от имени СССР В 1945 году Много лет спустя Громыко спросит о его самых больших Дипломатических успехах Он ответит так Создание организации объединенных наций Это первое Второе Это конечно Наши договоренности С Соединенными Штатами В области стратегических Наступательных вооружений Второе Третье Это Хельсинки Хельсинский заключительный акт Акт, который позволил закрепить Тогдашние послевоенные границы В апреле 1945 Вокруг устава ООН Развернулись настоящие баталии Спор шел о внесении в устав ООН Право вета каждой из пяти великих держав Постоянных членов Совета Безопасности ООН То есть если все великие державы согласны Значит решение принимается Если хоть одна из великих держав не согласна То решение не проходит Но когда дело дошло до подписания устава Американцы вдруг выступили против права вета Они считали, что оно помешает США Контролировать работу ООН Советская делегация заявила, что в таком случае Она вообще покинет конференцию Создание ООН оказалось под угрозой Начались переговоры И тут Громыков в полной мере показал себя Любопытно, что Молотов Глава советской делегации Как опытный дипломат и искушенный политик Сознательно ушел в тень Чтобы в случае чего не вызвать недовольство Сталина Но Громыко блестяще справился с задачей Случилось почти невероятное Он переубедил своих оппонентов Устав ООН был подписан А право вета действует до сих пор За первые успехи в дипломатии Советское правительство наградит Громыко Орденом Ленина А западная пресса прозвищем Мистер Нет Говорят, был случай, когда в ООН обсуждалась очень долго Резолюция, которую хотели принять представители западного блока И после длительных бесед Громыко произнес фразу Я готов поддержать этот текст при одном дополнении Оно будет небольшим Просто давайте поставим перед началом этого текста слова нет К своему прозвищу Громыко относился с иронией Он говорил, что его нет На западе слышали гораздо реже Чем он их ноу Своё да он скажет в марте 85-го Когда научная интеллигенция Попросит его поддержать Горбачёва Он всё-таки через несколько дней меня позвал опять на дачу И сказал очень коротко Что я готов Горбачёва не только поддержать, но и выдвинуть Вот ты можешь это иметь в виду Ситуация в тот момент была непростой На пост Генсека претендовали ещё два кандидата Глава Московского горкома партии и член политбюро Виктор Гришин И секретарь ЦК и член политбюро Григорий Романов Многие считали, что шансов у них гораздо больше Выступление Громыко в поддержку Горбачёва Должно было стать полной неожиданностью для конкурентов Поэтому все переговоры проводились так Чтобы утечка информации была полностью исключена За свою жизнь Громыко не раз видел Как меняется власть в стране И что такое политические интриги Знал не понаслышке В медиа у Громыко единственный недоброжелатель Андрей Вышинский Первый заместитель наркома иностранных дел Карьера молодого дипломата Не даёт покоя Вышинскому Андрея Андреевича срочно вызывают В Москву Его долго и подробно допрашивают Какие секретные документы он выносит из посольства домой Громыко оправдывается, что работает над докторской диссертацией Но никаких государственных тайн он в ней не использует Ему не верят И над молодым дипломатом сгущаются тучи Однако случается невероятное Донос ложится под сукно Здесь всё-таки его защищал Авторитет Молотова Его защищало, может быть, и то, что все знали, что и вождь наш, Сталин, к нему относился нормально Но попытки его дискредитировать были Громыко навсегда запомнит полученный урок и никогда больше в жизни не даст врагам повода для сплетен А заодно сделает для себя вывод Служение вождям Вот истинный смысл работы советского дипломата И при этом совершенно неважно, как складываются отношения с самими вождями Отношения с новым вождём у Громыко не сложились с первой минуты Хотя именно Никита Хрущёв сделал его главой МИДа Никита Сергеевич считал, что управлять МИДом сможет и председатель колхоза Потому что внешнюю политику страны всё равно определяет ЦК А Громыко-то что? Сиди себе и чаёк попивай, поговаривал он У Хрущёва было к нему довольно предвзятое отношение И все всё время поговаривали, что вот-вот Громыко будет заменен на Джубея, на зятя Хрущёва Громыко всё это очень задевало, но он терпел И даже в узком семейном кругу не позволял себе отпускать в адрес Хрущёва никакой критики Хотя и считал, что его вспыльчивость и непредсказуемость сильно вредят дипломатической работе Не заглушить вам, не заглушить вам голос народа Голос правды, который звучит и будет звучать Однако, когда Хрущёв, протестуя против выпадов в адрес Москвы Будет стучать ботинком по столу на сессии Генеральной Ассамблеи ООН Сидевший рядом Громыко немедленно поддержит Генсека Он изо всех сил будет колотить по столу кулаками Это только спустя годы он признается, что в тот момент чувствовал себя крайне неловко А тогда... Тогда в МИДе быстро поймут Работать с Громыко очень непросто Он не терпит многословия, верхоглядства и поверхностного выполнения поставленных перед сотрудниками задач Это должен быть полностью в курсе Он терпеть не мог ответа, я не знаю Терпеть не мог, может быть Может быть, они ответили, может быть, это был смертельный ответ Это был взрыв мины под ногами Нужно было честно сказать, что я разберусь Вызванный Громыко сотрудник часто не знал, что его ожидает в кабинете у министра Разнос или поощрение В МИДе о нем рассказывали такой анекдот Срочно вызовите ко мне Сидорова, приказывает Громыко Но он недавно умер, растерянно отвечают ему Кто дал такое распоряжение, возмущается Громыко Он очень требовательно относился к людям С точки зрения их профессиональной подготовки Знание деталей Он всегда вникал в мельчайшие подробности любого вопроса Который обсуждался, того же требовал от других При этом свое недовольство, в отличие от других советских начальников Громыко никогда не выражал с помощью нецензурной лексики У него для этого был свой набор слов Самая слабая степень недовольства выражалась словами Вы странный человек Более сильным выражением было Вы шляпа И, наконец, слова Вы тюфяк Означали, что министр в гневе Для большинства сотрудников МИДа Громыко был похож на вершины Гималаев Далекие, недоступные и холодные Внешний вид Андрея Андреевича был такой аскетичный Застегнут на все пуговицы Его даже звали Еще одна кличка была Грим-гром Угрюмый, угрюмый, мрачный гром Впрочем, гром разразился только раз Осенью 83-го года Во время встречи с американским госсекретарем Шульцем Дело происходило через несколько дней После инцидента с южнокорейским пассажирским Боингом Который непонятно, как оказался в советском воздушном пространстве И был сбит Несмотря на то, что предстояло обсудить совсем другие вопросы Американцы решили тут же изменить повестку дня Цель маневра была ясна Выставить СССР перед международной общественностью В роли агрессора Громыко вспомнил Говорит, тогда вообще беседы не будет И Шульц И даже встал и сказал Ну тогда не будет беседы Громыко стукнул кулаком по столу Еще немножко и казалось, что они через стол начнут колошматить друг друг кулаками Красные от злости министры мрачно смотрели друг на друга через стол В зале повисла мертвая тишина И Громыко в лицо Шульцу через стол говорит Так вы не хотите вести беседу? Значит не будет беседы И Шульц сдался Хочу Сказал он Хочу вести беседу Они сели И беседа пошла По Той повестке Которую предложил Громыко Но обычная тактика Громыко была иной Его оппоненты по переговорам сравнивали его с бормашиной Он буквально изводил их Педантичностью, цепкостью и хладнокровием Американский госсекретарь Генри Киссинджер С которым Громыко встречался несколько десятков раз Назвал его тяжелым дорожным катком Который всегда упорно двигался к своей цели Громыко прекрасно знал английский язык Но на переговорах всегда требовал перевода И пока переводчик говорил Он обдумывал свой ответ Громыко всегда считал необходимым дать себе 30 секунд, 1 минуту, 2 минуты Для того, чтобы вновь выслушать то, что говорил собеседник В переводе И это давало ему возможность Вновь как-то, как говорится, раскинуть мозгами И уже более, так сказать, основательно Реагировать на то, что ему говорилось партнером При этом даже в самый напряженный момент На его лице никогда нельзя было прочитать никаких эмоций Никаких эмоций никто не увидел на его лице И 10 марта 85-го года Когда Громыко сообщили о смерти Константина Черненко Интрига борьбы за власть Вступала в свою решающую стадию 11 марта днем в Кремле открылось заседание Политбюро На нем и должна была определиться кандидатура нового лидера страны Громыко с обычным для себя бесстрастным выражением лица Занял свое место Постепенно рассаживались и другие советские руководители Место председателя занял Горбачев Он должен был открыть заседание По слухам для Виктора Гришина Помощники уже написали речь Которую он должен был произнести Вступил в должность генсека Возможно так бы и получилось Но после того как Горбачев открыл заседание Слово неожиданно попросил Громыко Встал Андрей Андреевич Громыко и сказал Чего нам менять человека Который сидит в первом кресле Давайте на этом и остановимся В зале повисло молчание Пожилые члены Политбюро были поражены И буквально раздавлены решением Громыко Никто не мог понять его выбора Приход молодого реформатора к власти Означал конец старой гвардии Секрет был прост Кроме осторожности У Громыко было еще одно свойство Так необходимое дипломату Тонкое политическое чутье Он мог безошибочно разглядеть Будущего лидера и заранее сделать на него ставку Еще во времена Хрущева У него стали складываться правильные отношения С тогдашним председателем Президиума Верховного Совета Леонидом Брежневым У него наладились отношения с Леонидом Ильичом Причем отношения такие доверительные Он перешел на ты с ним Это я насколько помню Случилось довольно рано Неудивительно, что когда Брежнев пришел к власти Началось и время расцвета самого Громыко Впрочем, это было время больших успехов Во всей внешней политике Советского Союза Именно тогда СССР приобрел статус сверхдержавы Без участия Москвы уже невозможно было решить Ни одну из международных проблем Во многом благодаря Громыко С ним не всегда было легко иметь дело Но я уважал и понимал его профессионализм Он отстаивал позицию вежливо, но твердо Мне Громыко нравился тихим У него было хорошее чувство юмора Он умел переводить сложные вещи в шутку С Киссинджером Громыко встречался часто И эти два человека, несмотря на различия во взглядах Не скрывали симпатии друг к другу Поэтому могли и пошутить на серьезных и напряженных переговорах Например, как это было на одной из их встреч в Кремле Он сидел напротив Громыко Переговоры происходили в Кремле И ему подали какой-то, значит, материал Его помощники Он вдруг, значит, так вот закрыл Эти листочки бумагой И посмотрел на люстру Которая, значит, висела сверху Ну, показывал, что там, наверное, какие-то Самые камеры Какая-нибудь следит за текстом Посматривает, вернее, в текст Которая перед ним лежит Громыко тоже посмотрел на люстру Так, махнул рукой Говорит, да, но это еще со времен Ивана Грозного Громыко не раз говорил Что одной из главных задач Считает сохранение послевоенных границ в Европе Если мы им уступим То будем прокляты всеми замученными и убитыми Два брата Громыко погибли на фронте Еще один воевал в партизанах И умер уже после войны И он еще сказал Что когда я веду переговоры То иногда слышу Как за моей спиной Кто-то шепчет Не уступай, Андрей, не уступай Это не твое, это наше В августе 1975 СССР подписывает заключительный акт Совещания по безопасности И сотрудничеству в Хельсинки Он закрепляет послевоенные границы В Европе, но вместе с тем В нем прописана гарантия прав и свобод личности Многие в ЦК недовольны В СССР появляются группы правозащитников Которые требуют выполнения Хельсинских соглашений Раздаются даже голоса, что в этом виноваты Громыко Это же он разрабатывал крамольный документ Впрочем, критиковать его теперь непросто Это уже не тот Громыко Над которым в начале 60-х Мог спокойно ехидничать Хрущев У Громыко были особые отношения Это уже сегодня не секрет С Юрием Владимировичем Андроповым И с тогдашним министром обороны Устиновым Они друг друга прекрасно понимали Много сотрудничали И многие вопросы решались тогда Когда вот эти три члена политбюро Совместно за тремя подписями Выходили со своими документами На политбюро И прежде всего на генерального секретаря ЦК КПСС Из заграничных поездок Андрей Андреевич своим коллегам Брежневу, Косыгину, Подгорному и Андропову Всегда привозят подарки Чаще всего это шляпы Покупка шляп превращается в своеобразный ритуал Который проводится в одном и том же магазине Нью-Йорка Я покупал эти шляпы определенного фасона Хобберг Ну, такие, ну, я бы сказал Шляпы предназначенные кодой Всегда носили, допустим, банкиры, промышленники Люди консервативных, строгих взглядов и убеждений Вот такую шляпу Он такие шляпы просил меня купить Причем не только ему, но и коллегам Громыко отбирал шляпы А затем в магазине на их подкладке Ставили золотое клеймо Инициалы будущего владельца Например, ЛБ для Брежнева Хозяин магазина Когда он узнавал, для кого Вот покупаются эти шляпы То он их давал несколько Пусть господин Громыко посмотрит Померит И если ему что-то понравится Тогда пусть оплатит Еще со времен работы в Америке Он выработал себе привычку Всегда быть в форме Громыко знал, что советского дипломата В любой момент могут сфотографировать Вездесущие американские журналисты Было просто невозможно Представить Громыко в купальном костюме Недаром о нем говорили Что он, наверное, и родился в шляпе Кроме шляп Громыко и Брежнева Связывает еще одна страсть Охота Они могут подолгу рассказывать Друг другу о своих охотничьих успехах И с гордостью демонстрировать ружья Единственный магазин Который Громыко, находясь за границей Посетил лично Был магазин охотничьих ружей В Нью-Йорке Он долго все это выбирал Смотрел Приноравливался Причем, когда Там так, когда какое-то охотничье ружье продается То где-то измеряется длина руки человека Там где-то его посадка плеча Как-то Ну, это как примерка костюма И потом чуть-чуть где-то что-то Это ружье как-то Что-то, ну Подкручивается Ну, как Под Под Вот Под Личность Клиента И Громыко-таки выбрал себе Какое-то Вот я не помню То ли винчестер То ли браунинг Эту винтовку Ну, двустволку Значит И через несколько дней Я поехал за ней Вот в длинную коробку Но если Брежнев любил пропустить за успешную охоту рюмку другую водки То Громыко никогда в жизни не курил и не пил Однажды его сын Анатолий стал свидетелем такой сцены В московской аптеке один из покупателей примерял купленные себе очки Он стоит перед зеркалом справа Одевает на себя эти очки И говорит, обращаясь к женщине, очевидно, его жене Он говорит Одевай очки Скажи, я похож на Громыко? Андрей Андреевич Еще в очках там выступал Она ему говорит Был бы похож, если бы столько не пил Он говорит А что, Громыко не пьет? Она говорит Совсем не пьет Женщина ему Совсем не пьет Он говорит Да чтоб там при таких харчах не пили Да быть этого не может Но Громыко действительно не терпел алкоголя Он говорил, что дипломат роет себе могилу вилкой и рюмкой Чрезмерно пьющих людей Из МИДа он безжалостно изгонял Помимо охоты его интересовала живопись Громыко распорядился, чтобы в МИДе выставили картины современных художников И лично определял, какие работы будут висеть на том или ином этаже Действительно это так И он делал много для того, чтобы не только в Министерстве иностранных дел Сохранялся художественный фонд нашей классики Но и чтобы наше посольство тоже могли достойно выглядеть С точки зрения украшения их интерьеров Произведениями российских живописцев Но истинной страстью была история Которую Громыко знал великолепно Как-то он даже всерьез раскритиковал известную народную песню В которой Стенька Разин бросает в Волгу персидскую княжну Громыко специально навел справки и выяснил Что ни одна персидская княжна в плен казакам не попадала Но все-таки работа занимала в его жизни главное место Как заметил один из его помощников Громыко превратил свою жизнь в сплошное бурлачество С утра до позднего вечера он читал бумаги, правил тексты Затем выпивал стакан крепкого чаю и ложился спать И это в том случае, если не было переговоров, встреч, заседаний или зарубежных визитов И Громыко проводил встречи постоянно То есть в день он беседовал с 10 разными министрами иностранных дел Буквально часами То есть провожал одного гостя, тут же шел к следующему И так далее, и так далее Вот уже почти 40 лет В политическом лексиконе прочно занимают место Слова Организация Объединенных Наций В возрасте 72 лет Андрей Громыко Один из самых активных и работоспособных членов советского руководства Возможно он является самым информированным министром иностранных дел в мире Человек с прекрасной памятью, проницательным умом и необычайной выносливостью Так о дипломатии номер один писал Тайм в начале 80-х Но так ли это на самом деле? Годы дают знать о себе И сил для работы остается все меньше и меньше Должность главы государства позволила бы замедлить этот бешеный рабочий ритм А заодно продлить его политическую жизнь Впрочем, не только соображения личной карьеры Заставили его поддержать Горбачева Умом отец понимал, да и сердцем я думаю тоже, что этап, когда во главе КПСС и страны стояли престарелые лидеры Он должен закончиться И он даже может быть, даже не может быть, а совершенно точен Даже вопреки своим личным интересам каким-то Он пошел на то, чтобы самому выдвинуть молодого Горбачева 2 июля 1985-го газеты сообщают о назначении Громыка председателем Президиума Верховного Совета СССР В тот же день он навсегда покидает свой кабинет в высотном здании МИДа на Смоленской площади В котором проработал 50 лет Никаких прощальных встреч или заседаний Он просто встал и уехал С этого дня Громыка глава государства Он верит, что достигнутые договоренности с Горбачевым Его авторитет, а главное опыт Всего этого хватит Для того, чтобы сделать номинальный пост главы государства значимым и весомым Однако опытный игрок Громыка сильно просчитался Но это он поймет только потом У Андрея Громыка были все основания рассчитывать на то, что молодой и неопытный генсек поделится властью Последние годы великий дипломат сосредоточил в своих руках всю внешнюю политику СССР Все началось в июле 79-го Брежнев и президент США Картер должны были подписать в Вене договор ОСВ-2 Советский лидер к тому времени был уже больным человеком Громыка так построил эту беседу Что создалось впечатление, будто бы он предугадывает мысли Брежнева И выполняет его скрытые указания Он говорит, что наш господин президент исходит из того, что И дальше излагал то, что нужно Конечно, Брежнев, так сказать, с внутренним восторгом смотрел на своего министра Потому что он просто спасал его В сентябре 84-го Громыка заменяет на переговорах в США больного Черненко Встреча идет более трех часов Но именно после этой встречи Рейган заявит, что США уважают статус СССР как сверхдержавы И больше не стремятся изменить его социальную систему В другой раз Черненко во время переговоров с лидером КНДР Ким Ирсеном Употребит не совсем правильную формулировку Он стоит такой насупившийся Потом остальные собеседники отошли И он тут Черненко выложил Я Громыка таким никогда больше до этого и впоследствии не видел Он ему врезал То, что называется врезал Летом 85-го года Громыка пытается усилить свое влияние Он старается давать советы новому лидеру Но все это Горбачеву уже не нужно У него свои идеи и свои взгляды на международную политику Андрей Андреевич постепенно понимает, что он становится фигурой вчерашнего дня От него больше ничего не зависит ни в стране, ни в мире Но это было не единственное разочарование Начавшаяся перестройка вызвала у него крайние недоумения Я на всю жизнь запомнил его фразу Когда я хожу на политбюро То мне надо кажется, что я нахожусь среди марсиан Они не понимают ни экономики, ни внешней политики Это так и было Потом уже во внешней политике Особенно когда на пост министра иностранных дел Пришел Шеварнадзе, Эдуард Тамрусевич Все началось сыпаться Перемены, при которых бывшие враги становились партнерами И при которых могучий Советский Союз Чьи интересы он всегда отстаивал Начал давать первые трещины Громыка принять никак не мог Этот поворот для него оказался слишком крутым К тому же Громыка чувствовал, что становится невольной помехой для Горбачева Лидер партии должен был быть и главой государства Андрей Андреевич понял Надо уходить Для этого была еще одна важная причина В 1986-м у Громыка обнаружили аневризму брюшной аорты Врачи долго решали, делать операцию или нет Но Громыка отказался оперироваться Он уже принял другое решение Уйти на пенсию Теперь перед недавним Самым информированным министром в мире Встал вопрос Как ему жить дальше? В половине девятого утра Андрей Андреевич, как и раньше, выходил к завтраку Он всегда был в белой рубашке и при галстуке Казалось, что ему стоит только надеть пиджак и шляпу И он может сразу же отправиться в МИД Или на какие-нибудь переговоры Но вот этого в его жизни теперь как раз и не было В услугах пенсионера Громыка страна больше не нуждалась Помню, мы с ним сидели на первом этаже в холле Ему доложили, что из ЦК на партию Вот приехал сотрудник с какой-то бумагой Просится на прием Папа его принял Это был документ То есть уже подготовленное заявление О том, что Папа отказывается От членства в ЦК партии Он документ подписал Человек ушел И он прикомментировал Так оно, наверное, и лучше Теперь он вел размеренную жизнь Высокопоставленного пенсионера Днем подолгу гулял Вечером смотрел телевизор Теперь там открыто говорили Такие вещи О которых раньше не осмеливались Высказать вслух даже самые отчаянные либералы Только во время прогулок с сыном Он позволял себе то Чего не позволял больше нигде и никогда Он очень переживал И он, вы понимаете, он считал Что Горбачев По причинам, которые он и сам, наверное, не мог понять Он как бы оказался Руководителем, который не справлялся с ситуацией Ну, не справлялся И однажды даже сказал такую фразу Не по синьке шапка Оказала шапка государева Но однажды он не выдержал В тот день по телевизору Резко критиковали и партию И самого Горбачева Даже переходили на личности Нелицеприятно отзываясь И о самом генсеке И его супруге Громыко не мог поверить Что все это говорится в адрес Первого человека в государстве И вся страна это видит и слышит Он встал Из-за стола Ну, сидели вот моя мама Отец и я Что для меня было потрясением Перекрестился Православный Перекрестился и сказал Слава Богу, что меня там нет И ушел В последние месяцы его жизни О нем почти не вспоминали События в стране развивались С головокружительной быстротой И мало кому было дело до того Чем занимается у себя на даче Бывший глава МИДа А ныне пенсионер Громыко А Громыко писал воспоминания Рассказать ему было о чем Человек, который встречался Еще с Рузвельтом, с Трумэном Который с Деголем Человек Сталина Ялта Потсдам Сан-Франциско То есть, понимаете Это было какое-то такое явление Чего-то исторического Ну, как если бы перешел Наполеон из силы Эта работа буквально поглотила Андрея Андреевича По крайней мере, он почувствовал Что у него есть дело Которое он должен успеть закончить Когда он писал эту книгу Там он написал уже Пообъявился Ну, это, наверное, известный факт Объявился издатель Английский, по-моему Который предлагал ему Просто громадную, по-моему, сумму денег Только чтобы он опубликовал Свою книгу эту сначала за рубежом Но вы понимаете Вот он все-таки, будучи в душе Очень русским И очень коммунистом Это, ну, это его была неотъемлемая часть Именно вот такая Что вот он был Это не то, что вот он должен был быть коммунистом Он такой был Преданный своей стране Он сразу от этого отказался Свою книгу он закончил буквально В тот самый роковой для него день Этот день ничем не отличался от предыдущих Он до вечера работал над мемуарами Оставалось отредактировать последние страницы Поздно вечером он ушел спать А ночью проснулся от боли Громыко предупреждали Если с ним это произойдет То счет пойдет на минуты Или даже секунды Он под утро вызвал врача Когда, судя по всему, боль уже была такая Что терпеть было практически невозможно Так он был на грани потери сознания Из-за боли В больнице установили Что произошло внутреннее кровоизлияние Сделали срочную операцию Но заранее предупредили родных Шансов у Громыко мало Он потерял слишком много крови И все потому, что не вызвал ночью врача Он пришел в себя Мы его навестили Он не говорил Но он нас узнал Там так руку нам пожал И я обратила внимание Что он на нас смотрел И у него было виноватое выражение лица Вот как будто бы Он чувствовал, что он нас подвел Его организм боролся со смертью еще 11 дней 2 июля 1989 года Андрей Громыко скончался Нам на дачу позвонил лечащий врач Папин Кулаков Это было без 10 минут 3 И сообщил мне Я с ним разговаривала Что вот Андрей Андреевич ушел из жизни Потом А мама Где-то была На участке Она гуляла Потом она пришла Мы посидели с ней В беседке Разговаривали А я все думала Как ей сообщить Потому что она была в хорошем настроении Она ожидала Когда она поедет в больницу По какому-то мистическому совпадению После смерти Громыко Начал стремительно рушиться Весь послевоенный миропорядок В создании которого Громыко принимал самое активное участие Менялись границы Политические системы А бывшие враги становились союзниками Но всего этого Громыко уже не увидел Не увидел он и распада той страны Чьи интересы так долго И искренне защищал После смерти Громыко К Лидии Дмитриевне Приехал Горбачев Он выразил ей соболезнования Но на похороны Никто из тогдашних руководителей Советского Союза Ни сам Горбачев Ни глава МИДа Эдуард Шаварнадзе Не пришли И тогда наша власть Была в какой-то растерянности Как проводить Этого великого дипломата Как вот все-таки Найти надлежащее Точно освоенное место Громыко в истории Нашего государства Это было время такое Восемьдесят девятый год Растерянное Уже во многих отношениях Вдова Громыко попросила Похоронить мужа Не у Кремлевской стены А на Новодевичьем кладбище Рядом с его матерью На памятнике Который позже установили На его могиле Высекли короткую надпись Служил отчизне полвека Редактор субтитров А.Семкин